Казанский федеральный университет представляет для студентов много возможностей для самореализации, качественного обучения, развлечений и отдыха. Одной из самых популярных стала программа молодежного студенческого туризма, реализация которой пришлась на 2021 год. Уже на протяжении нескольких лет КФУ предоставляет студентам возможность путешествовать на достойных условиях. В 2023 году программа точно также продолжает расширяться и предлагает определенные возможности для студентов. Студентам Казанского федерального открываются прекрасные возможности посетить все уголки нашей Великой и Необъятной, путешествовать по различным регионам России, открывать для себя какие-то новые уникальные места. Программу предлагает не только культурно-рекреационный туризм, но и научно-популярный и профориентационный. В рамках этих двух треков студенты могут посетить Возы России, которые предлагают прохождение определенных стажировок на предприятиях или лабораториях, внутри университета и других внешних организациях. Все, что нужно студенту, это зайти на сайт stupturism.rf, выбрать регион, куда он хочет отправиться, например, Алтай. Далее он смотрит, какой ВУЗ предлагает какие варианты размещения. ВУЗы, как правило, располагают студентов в своих общежитиях или на своих базах, например, природных, загородных базах. Огромный плюс для студентов в том, что это все предоставляется за очень низкую стоимость. Для того, чтобы отправиться в путешествие по России, студенту необходимо сдать определенный пакет документов и медицинских анализов. Все это меркнет в сравнении с тем, что получит человек после. Это новые знакомства, яркие впечатления и, самое главное, настоящий отдых. География проекта очень обширна. Участвуют практически все регионы Российской Федерации, от Калининграда до Камчатки и Владивостока. Студенту при этом нет необходимости быть активистом, отличником. Достаточно просто хотеть путешествовать по России. То есть отбора никакого нет у этой программы. Есть только лишь заинтересованность и желание студента. Миллионы людей по всей России любят путешествовать. Кто-то с членами семьи в комфортных условиях, кто-то со знакомыми и друзьями по окрестностям, а кто-то готовит спортивную группу, приготовляя снаряжение, обсуждая маршрут, проводя тренировки, изучая различные материалы. Альтер-эго – туристический клуб Казанского федерального университета, главная цель которого – научить отдыхать активно. Самые простые походы. Человек пришел в турклуб, его сразу же зовут так называемый ПВД – поход выходного дня. То есть как бы это два-три дня, не больше. Если человек понимает, что ему хочется еще больше, то его зовут уже в походы первой категории сложности, самые легкие, но уже категорийные. Это шесть дней минимум и протяженность около ста километров. И далее уже по возрастающей. То есть чем сложнее поход, тем выше продолжительность. То есть самые такие долгие походы, которые мы ходим, они длятся до трех недель. Конечно, на первом месте жизнь и ее безопасность. Поэтому неподготовленного новичка в поход сразу же не отправят. Опытные инструкторы читают новоиспеченным туристам базовые лекции по разжиганию костра и правильному сбору рюкзака. После на так называемом посвящении необходимо продемонстрировать полученные навыки. Есть люди, которые говорят, что я хочу вести поход вот в такой-то район, вот в такие-то даты. И ребята, которые с ними хотят пойти, говорят, что да, я тоже хочу. Как правило, вот эта вот первая единичка, она показывает, готов ли ты расти дальше или тебе достаточно того уровня, который есть. Если ты с ней справляешься хорошо, то дальше уже все дороги открыты. Просто ищешь ребят, которые готовы вести там, допустим, в какой-то сложный район и с ними уже непосредственно договариваешься. За подробной информацией о программе молодежного студенческого туризма обращаться на официальный сайт stulturism.rf. Ну а тем, кто всегда мечтал про солнцов в палатке, на официальную группу ВКонтакте турклуб КФУ. Карина Саяхова, Никита Акиншин, Александр Кузнецов, Универньюс.